В уголовном праве есть понятие крайняя необходимость. В условиях крайней необходимости возможно нарушение закона, чтобы последствия наступившие были менее опасные, чем последствия предотвращенные. Я не планировала уходить из Украины, это моя страна, но только там не нашлось в ней места для меня и для таких людей, которые хотели по-другому, не приняли то, что было принято в Киеве. Пусть меня считают предательницей, кем угодно. Я все равно люблю этих людей, потому что они сейчас вынуждены в таких условиях находятся, когда в априори надо все прощать. Простят ли они нас? Неважно, надо помочь. Я та же украинка, я часть украинского народа. Я люблю Украину. Вы не боитесь говорить то, что вы сейчас говорите? Да сейчас, наверное, многие даже боятся думать громко. Я не хочу так. Здравствуйте, здрасте. Очень приятно. Катя. Наталья. Так, это и все с нами? Да. Я взяла, ничего страшного. Кстати, платье, которым я давала интервью Гордона. Я даже не знаю, это счастливое платье? Не знаю. Не знаю. Мне было тогда очень, конечно, волнительно, потому что первое... И тоже все возмущали, кстати, сильно. Тем, что вы давали интервью Гордона? Да. Ну, потому что он вроде как... Вы сюда пришли с охраной? Да. Везде ходите с охраной? Я 8 лет хожу с охраной. Почему? Ох, да, потому что со стороны Украины различные движения. То смертный приговор вынесли, то взрывать хотели. Мы обнаружили это взрывное устройство. Человек уже отбыл наказание. И все нормально, слава богу. Ну, угроза имеется. Тяжело ходить с охраной? Я привыкла. С 14-го года вообще изменилась моя жизнь. И вообще просто изменилась. Это другая жизнь. А какая вы настоящая? Это... Это дома. Это дома. Но на работе я тоже стараюсь быть настоящей. Да, и даже когда даю интервью, а если уже совсем... Чувство-то самосохранения все равно есть. Ты стараешься себя сдерживать, контролировать. То, что ты говоришь, следить за своими словами. Не всегда получается, да. Но, тем не менее. А дома ты можешь уже сказать... И то мама с папой меня иногда и дома тормозят. Так, Наташа, тихо. Что у вас за татуировка? А, это птица Феникс. Давно сделали? Года три назад. В связи с чем? Ой, это мы с дочерью решили сделать. Она тоже меня выпросила. Кита с цветочком. Такую лилию красивую выбила. И решили... Новая точка отсчета, какой-то новый период в жизни. Я ей обещала в этом плане. У вас с дочкой близкие отношения? Да. Она у меня прям друг. И я тоже ей друг. Несмотря на то, что ей 17 лет, она очень взрослая. Настя ее зовут? Настя, да. Она уже взрослая. И так принято у нас в маленькой нашей семье, что каждый имеет право на свою точку зрения. Мы вот садимся, начинаем спорить где-то по каким-то вопросам, даже по политическим. Но я радуюсь, когда у нее есть своя точка зрения. Что сейчас говорит ваша дочка о том, что происходит? Она очень переживает. Прямо... У нас в Украине родные, ее родные. Я не хочу говорить конкретно кто, чтобы не было оказано какого-то там давления. И каждый день она пишет сообщение. Если не получает ответа, конкретно в Киеве люди находятся. Если не получает ответа, то я смотрю, она уже такая поникшая, ну, очень переживает. И она любит Украину. Впрочем, как и я. Я люблю Украину. Вы с ней обсуждаете, ну, вот ту степень причастности, да, к тому, что происходит. В том числе и вашу. К сожалению, от меня точно не зависит нынешняя история, которая происходит. Что можно было бы мне не сделать, чтобы этого не произошло? Или наоборот сделать? Если говорить про политические какие-то решения, либо про решения, связанные со спецоперацией, то от меня уж точно ничего не зависит. Абсолютно. Нам предстоит с вами выбрать цвет, на котором мы будем разговаривать. Голубой? Голубой. Хорошо. Голубой, как... Как небо. Как мирное небо над головой. Хорошо. Хорошо. По паспорту сейчас какое у вас гражданство? В России. С 14-го года у меня гражданство России, потому что я написала письменный отказ, как полагается, от гражданства Украины. Это принципиальная позиция после всего. И с учетом того, что я занимала должность прокурора, не по одному из законов, будь то закон Украины, будь то закон России, нельзя иметь двойное гражданство. Что там нельзя, что тут нельзя. Поэтому даже при назначении меня на должность прокурора в любом случае я не могу иметь двойное гражданство. Кем вы себя чувствуете? Русской или украинкой? Я гражданка России, но украинка. То есть родина у вас там? Родина, конечно, там. Так я родилась там. Многих это удивляет. Особенно у рапатриотов, которые сразу поклонская призналась, что она украинка. Ядрит, мадрит, а кто я, испанка? Нет, ну я родилась в Украине. Я украинка. И это моя родина. Но я и русская. Я как бы не отличаю, не отделяю себя. Вот украинка, но не русская. Русская, но не украинка. Ну нет такого. Ну просто я к этому отношусь. Я гражданка России, но я украинка. Но вы отдаете себе отчет в том, что это две разные национальности, русские и украинцы? Ну как, сейчас говорят, что якобы это одна... Это сейчас новый такой тренд, когда говорят, что нет такой нации украинцы. Хотя недавно новости появились про какую-то бактериологическую лабораторию в Украине, где якобы вот этот вирус, который там работал, якобы должен был работать на русских. А мы же один народ. Как можно вот таким образом создать вирус? Ну я считаю, что, вот честно, я расцениваю это как что-то фантазия. Просто фантазия. Очень важной причиной, точнее, самой важной причиной начала вторжения России в Украину 24 февраля было названо то, что если бы не мы туда пришли, то украинцы бы напали на Россию. Как вы оцениваете эти заявления? Я не знаю. Про такие планы мне ничего не известно. Но если говорят и заявляют официальные лица, значит, у них есть определенная информация. Я со стороны обывателя, и человека, который не занимается этими вещами, не имеет доступ к этой информации со стороны только. Я могу слушать, и всё. У меня нет никаких аргументов, как, допустим, у прокурора материала уголовного дела из доказательства одного, доказательства другого. Эта информация имеет место быть. Насколько это вот там по доказательствам, ну, если заявляют официальные лица, значит, у них что-то есть. Но мне об этом точно ничего не известно. Ну, вы говорите, что у вас и родственники, и близкие друзья, и знакомые есть в Украине. Там им тоже ничего не известно об этом. Ну, собирались ли они там как-то объединяться, нападать? Ну, это же ясно, что мирные жители, им по-любому никто не объединяется, и нет планов нападать. Там совершенно другие планы. Вот, к примеру, в апреле сеять поля и тому подобное. А по военным вопросам, это уже вопросы такие специфические, мне о них ничего не известно, и моих знакомых, и друзей, и родных в военной сфере там нет. Если я правильно понимаю, то одним из важных ожиданий ввода российских войск в Украину было то, что там эти войска будут радостно встречать как освободителей от нацизма. Я слышала такое тоже, да. То, что мы видим сейчас, совершенно не соответствует этим ожиданиям. Вот, знаете, действительно Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет вот я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то своё, уже люди устроились в то общество и стали выживать по-своему. За эти восемь лет многое изменилось. И президенты менялись. И президенты менялись, и президенты признавались, в том числе и Российской Федерации. То есть, ну, как бы не было такого, что непризнанный президент, либо с ним никто не контактировал. Все контактировали, все со всеми общались, дипломатические были отношения. Вот. Но люди, которые там, в Украине, я не понимаю. Может быть, я правда чего-то не понимаю или многого не знаю. Но если бы меня, к примеру, спросили год назад, либо два года назад, либо месяц назад, два месяца назад, а вот правда люди бы принимали вот с цветами по всей территории Украины, я бы сказала, что нет. Ну, я понимала, что там уже совершенно другое общество. И оно правда другое. Ну, вот, собственно, я не удивлена тому, что люди в Украине не так поступили, как вот говорится некоторыми в средствах массовой информации, что там должны с цветами нет, такого и не было бы, я не удивляюсь. Ну, я понимаю, Донбасс — это отдельная история. Это тоже трагедия, огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины — Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, все остальные города — Днепр, Запорожье, Полтава, Львов. И вообще такое чувство, что какая-то внутренняя какая-то диверсионная информация здесь у нас происходит в стране, потому что какие-то вещи говорятся очень удивительные. Мы делали интервью с депутатом Государственной Думы Еленой Дропека, и она сказала, что вот мы освобождаем Украину от русофобских и нацистских настроений. И она меня убеждала в том, что действительно русофобские, нацистские, там еще какие-то национистические настроения сейчас главенствующие в Украине. Да, настроения могут быть совершенно разными, но и у нас в обществе разные настроения, и уропатриотические настроения, кстати, скажем так, тоже немножко напрягают вот такие настроения, если чрезмерно, когда по патриотизму ограничат с каким-то национализмом. Ну, наверное, в любой стране такое есть. В Украине националистические настроения после 2014 года, как, куда это все двигалось, я не знаю, я не жила эти 8 лет, но до 2014 года, когда я жила в Украине, все было нормально. Единственное, это вот этот вот Майдан, на который вышли провокаторы, активисты, да, они чинили массовые беспорядки, они вносили такую рознь, да, этот национализм, он вышел наружу. Это действительно так. Вот в ходе Майдана, в ходе госпереворота, тогда был госпереворот. Но видим по телевидению, видели все эти 8 лет действительно русофобские настроения, там шествия Степана Бандера и тому подобное. Это же типа в Москве скинхеды ходили маршами. Вот, я же об этом и говорю, что везде могут быть разные настроения, и главное, чтобы эти настроения не переходили за грань правопорядок и преступления. Подожди, но это же как бы другая страна. То есть мало ли что происходит в Польше, в Болгарии, не знаю, в Словении, где угодно. Вы хотите сказать, что это их право? Я хочу сказать, что да. Ну, то есть если мне кажется, что отношения в соседней семье не очень, и там как-то неважно воспитывают детей, то вряд ли я приду и учню там погром, чтобы забрать их детей себе и часть квартиры. Потому что они не несут, не посягают на ваши права, да? Вот там себе как-то живут, имеют какие-то настроения против вас, молча думают что-то плохое. Мы не знаем про это. И мы об этом не знаем. Но как бы не посягают. И нет таких противозаконных активных действий. Ну, я с этим согласна. Давайте вернемся в самое начало. Вы родились в Алексеевке, да, это называется? Да, Алексеевка. Это Луганская область, Перевальский район, нынешний ЛНР. Какая это была жизнь? Ну, как и у всех детей, мы собирались, дворовыми детьми, дружили, гуляли. Фактически все родители зарабатывали одинаково. И у нас не было вот такой градации, как потом я в Крыму ощутила. А кем твоя мама, твой папа работают, и сколько там они зарабатывают. А на Донбассе на тот период времени все работали папы в шахте, мамы на заводах. Одинаковое детство у всех. Потому что все бежали в 4 часа вечера на остановку автобусную, встречали своих пап. Они приезжали, их шахтерский автобус привозил с работы домой. Мамы были дома, мы гуляли, радовались жизни, и все было хорошо бабушке, дедушке. Дома на каком языке говорили? У нас на Донбассе на тот период времени и не русский, и не украинский. Суржик. Суржик такой, да. Мы говорили на... ближе к украинскому, но на русском. Как бы русско-украинский. Вы про себя думали, считали, что вы украинка. Родители и дедушки, и бабушки, они все родом с Украины. Да, они все родом с Украины, но на самом деле я в детстве вообще особо не думала, кто я, украинка, русская. Мне казались все люди совсем одинаковые, похожие, разговариваем одинаково. И даже не задумывались. Потом со временем уже все. Вас отличает от ваших сверстников и всех тех, кто жил вокруг вас и в Крыму, и в Алексеевке, одна штука. Мало кто из девочек вообще мечтает стать прокурором. Это связано с вашим дядей Анатолием. Да, дядя Толя. Он красивый, он военный. Он был военным летчиком, капитаном. Всегда мы радовались, когда он приезжал домой, собирались. Ну, одним словом, восхищались, любили и дорожили. И его избили до полусмерти. Это было крещение как раз 19 января 94-го или 95-го года. Вот мне 14 лет, я в девятом классе. Он погиб. Был мороз сильный. Он не смог самостоятельно передвигаться, куда-то там пойти. И сотрудники милиции, на тот момент милиции, приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, то есть вообще отказали за отсутствием состава, события, вообще преступления не было. Его просто избили на улице, вы не знаете, кто? Мы догадываемся, кто. Его избили люди знакомые. Специально избили до такого состояния, что, естественно, он не смог бы самостоятельно идти, даже подняться. Конечно, было ожидание, что виновные понесут наказание. Ну, хотелось такого не возмездия, нет, а справедливости. Просто справедливости. Представляете, смотреть, как плачет бабушка, это его мама, моя любимая бабушка, бабушка Лида, как страдает папа, как все это, наблюдаешь всю такую несправедливость. Я тогда для себя решила, что я стану либо следователем, либо прокурором, либо адвокатом. Ну, вот я найду убийц, я такую своего рода месть проведу. Но так и не получилось. Хотя я думаю, что уже жизнь сама расставила все на свои места. И дальше, вот когда я стану такой же сильной, крепкой, как мой дядь Толя, и будет у меня власть определенная, то я не позволю больше таким фактам происходить, чтобы люди тоже так не страдали, не встречались с такой несправедливостью, очень яркой, очень неправильной. А за что его избили, вы предполагаете или не знаете? Я вот не хочу все семейные вещи обсуждать, потому что и папе будет сложно слушать, и повторение, возвращение ко всем этим событиям не надо. То есть с девятого класса вы решили стать прокурором? Я хотела стать либо следователем, либо прокурором, либо адвокатом. Вот тем человеком, который может защищать людей, который не позволит совершаться подобным фактом. Я тогда для себя даже еще не представляла, что конкретно буду прокурором четко, и все, нет. А вот такое девчачье, там, мальчишки вас интересовали? Что-то такое? Не, ну, женихи, конечно, были. Вы красивая женщина. Были женихи, это нормально. Даже, кстати, тоже заступилась за одну девочку, и мне вот разбили губу, до сих пор шрам, мальчик разбил. Вот такие были агрессивные женихи. И вы поступаете на юридический факультет Харьковского университета. В Евпатории был филиал. Да, филиал. Почему заучное отделение? Потому что на тот период времени, ну, мы когда в Крым переехали, было очень сложно материально. У нас мама, папа совершенно простые. И я помню, даже был такой период времени, когда мы с сестрой вишенки делили кушать. Вишня, вишневая варенья, и вишенки считали, чтобы одинаковое количество было. Было очень трудно в материальном плане, финансовом. Я училась и работала. Продавала пирожки на пляже. Я работала официанткой, барменом, кем я только не работала, чтобы зарабатывать себе на учебу. 300 долларов полугодия. То есть 600 долларов в год мне надо было заработать, родителям помочь, чтобы оплатить свое обучение. Вам приписывают роман с мэром Мариуполя тогдашнего. Говорят даже, что дочка родилась. Вот она у меня и спрашивает. Мама, что-то я про тебя не знала. У нее, у Насти фамилия же очень необычная. Можно, пожалуйста, про фамилию вырезать, потому что я ей специально изменила фамилию в рамках безопасности. У нее настоящая фамилия Поклонская, а вот эта фамилия, о которой вы говорите, это вообще-то секретная фамилия. По идее. Вернемся к Мариуполю. Вам приписывают, что у вас ребенок от Мариуполя, и это способствовало вашей стремительной карьере в правоохранительных органах. Среди мужей у меня не было мэров. Среди мужей нет? Мэра Мариуполя в том числе. И, конечно же, это все чьи-то выдумки, и точно я с этим человеком не знакома. Вот, кого мне приписали в качестве отца моего ребенка. Ваше одно из самых громких дел это банда башмаки, это преступная группировка, которая орудовала в Крыму, и говорят, что одним из высоких чинов в этой преступной группировке был бывший депутат Верховной Рады. Правильно я все говорю. Да, там очень много членов банды занимали должности определенные, но вообще-то депутат Верховного Рада Крыма, Аронов, Рувим Львович. А в чем там дело вообще было? Ох, это преступная группировка, которая орудовала в 90-х годах на полуострове. Они занимались аргетирством. То есть они крышевали бизнес, ларьки? Давали разрешение, да, на работу. крышевали, убивали, грабили, вымогали имущество, разбирались со своими членами банды, которые крысятничали, либо подозревали они в каких-то делах. К примеру, если какой-то член группировки контактировал с другой группировкой и какие-то там связи устанавливали. Ну, то есть они имели такую свою структурную иерархию, где даже существовал отдел по собственной безопасности. И вот работа этого отдела по внутренней безопасности, она была страшная, потому что убивали своих членов банды еще намного очень жестоко. Просто жестоко. они к примеру вешали за ноги вниз головой. Все члены группировки должны были, ну, какие-то представители группировки, потому что их очень много, должны были наносить ножевые удары в мягкие части тела. И человек висел, истекал кровью, медленно и долго умирал. А они там находились в этой комнате. Вот таким образом убивали. Среди доказанных убийств 16 эпизодов. Это при мне было, 16 эпизодов. Правда, я до конца не довела это дело. Потом я знаю, что часть людей была оправдана, часть людей получили определенное наказание. И какие-то эпизоды исключили из приговора как недоказанные. Где-то трупа не было, мы не нашли. Где-то не доказали, не хватало аргументов и тех доказательств, которые должны были быть. В середине этого дела, когда начались судебные слушания, правильно, вы возвращались домой в подъезде вашего дома, на вас напали? Это все байка. Это придумали журналисты, я не знаю, кто угодно придумал. Никто на меня не нападал, ни в подъезде дома, нигде. Покушение было, но не такое. А какое? Покушение отравление, банальное отравление. Воды выпила и потом думала, что не доеду домой. Это было в Одессе. Дело в том, что ОБГ башмаки, они разбросаны были по всей Украине уже впоследствии, там, в 2000-х годах. И когда всех задерживали, это уголовное дело разделили на несколько. Одно основное было у меня в Крыму, второе, тоже большое дело, было в Одессе. И наши преступники должны были давать показания и в том, и в другом деле. Поэтому мне пришлось моих подсудимых везти в Одессу для того, чтобы допросить одесситов по моему делу, крымчан по делу одесскому. И вот я и повезла всех, чтобы такой большой процесс судебный провести. Уже последний день, уже все провели, я прихожу в гостиничный номер, у меня, как обычно, бутылочка воды стоит, я ее выпила и легла спать. Ну и очень было потом плохо. Если честно, я думала, что я больше вообще ни Настю не увижу ни родителей, никого. я на самом деле тогда для себя так все переосмыслила, я подумала, вот еду в машине, меня опера везут домой уже с Одессы в Крым. Плохо не передать словами. И когда я возвращалась уже в машине, звоню Насте, говорить не могу, слушаю ее голос, и она мне что-то рассказывает, а мамочка, мы тебя ждем, то-то-то. И я понимаю, что у меня переоценка ценностей такая произошла, но ненадолго, к сожалению. Я подумала, вот это вот моя жертва, вот сейчас она останется без меня, а я так хочу, чтобы у нее все было, чтобы она не нуждалась ни в чем, чтобы ее никто не обижал, потому что я ее буду защищать. И мама с папой, а кто их будет, кто им будет помогать? Я всегда такую функцию выполняла добытчиков в семью, то есть мама, папа, Настя, это моя семья, и я содержу всех, потому что так получилось. А тут они сами останутся. О чем я думала? Вот оно мне надо было? Ну да, похоронят меня. Ну, кто-то, может быть, слезу пустит, скажет спасибо, государство защитило, и все, а через месяц забудут и про моего ребенка, и про маму с папой. Я тогда себя ругала, винила, что так неаккуратно относилась к собственной безопасности, вот, и решила, что если я выживу, если все будет хорошо, я уйду с этого дела. Действительно, я приехала, неделю я на работу не выходила, ну, там, пила всякие штуки, чтобы выводить из организма побыстрее. Вот, и через неделю, когда я вышла, меня прокурор позвал, Степан Владимирович Малицкий, говорит, Наталья, ну, ты вот не переживай, мы охрану тебе дадим, я говорю, Степан Владимирович, я вот рапорт написала на уход из дела, чтобы меня отстранили по собственному желанию, он, да, конечно, я тебе подписываю, и вообще тебе с ОПГ-шного отдела надо уходить, давай в природу. Я говорю, да куда угодно, и назначил меня природоохранным прокурором, но там я тоже ОПГ нашла с браконьерами. Уже стала прокурором Крыма, это было в 15-м году, в 2015-м, я вернулась к этому уголовному делу, потому что исполнители-то были наказаны частично, а руководители, организаторы, лидеры банды, конечно же очень длительный период времени находились в розыске, это при Украине, даже в международный розыск их пытались объявить, но так и не объявили, были просто во внутригосударственном розыске, но прекрасно себя при этом чувствовали в Симферополе, в Украине в целом. Я говорю про Данильченко и Кожухаря, это лидеры и организаторы банды, которые остались живы, и в настоящее время тоже один живет в Симферополе, является заместителем президента Федерации бокса Крымской Федерации, а второй, кажется, уже освободился, но, может быть, еще и находится в местах лишения свободы. Я почему рассказываю про это? Потому что в 2015 году мне удалось все-таки восстановить материалы уголовного дела, которые были каким-то чудным образом утеряны после референдума. Даже такая история была, приходит молодой следователь из Следственного комитета, а после референдума Следственный комитет, новая структура, которая в Украине не существовала, был сформирован из сотрудников с материковой части России. И эти ребята банально просто не знали всех этих крымских вопросов и старых дел. То, что вы считаете все-таки это делом своей жизни? Я считаю, что это дело, которое я должна была отвести до ума, до завершения. Тем более, стала прокурором Крыма. Это мой долг. Я знаю всех потерпевших, родных, жен, детей, убитых людей. То есть, как бы, да, действительно мой такой долг, моральный долг, профессиональный долг, как угодно. Тем более, это уже в моих полномочиях, в моей власти. И следователь приносит мне материалы уголовного дела. Знаете, сколько там было? Около 40 томов в мою бытность при Украине. Сейчас следователь приносит мне вот такую папочку и три листика. Снятие с розыска и забыть в архив. Я смотрю на эту папочку, говорю, подожди, а где дело? Нет дела. Я говорю, как это нет дела? Вы что, издеваетесь? Наталья Владимировна, ну нет дела. Я говорю, завтра приходи ко мне. Еду домой. У меня такая есть привычка. Я, работая в прокуратуре, понятно, привыкла копировать все себе. Вещдоки даже, те, которые в письменном, в видеокассеты следственных действий, очные ставки, воспроизведения, эксперименты разные, допросы, явки. Я все это копировала и себе складывала в родительский дом везла. Потому что все время я снимала квартиры. А в родительском доме моя комната всегда она моя и там мои такие тайники. Я беру все, на работе распечатываем видеокассеты, диски. Следователь приходит, я ему так выкладываю на стол, вот уголовное дело. О, ого, я говорю, да вот, ого. И начали расследовать и перед уходом в Думу мы успели с руководителем ФСБ Крымского, Виктор Николаевич Палагин, мы вместе с ним работали по этому материалу, мы успели задержать и Данильченко, и Кожухаря. Я их лично арестовала и одного, и другого. После того, как я стала депутатом, уже ушла с должности прокурора, буквально через несколько месяцев одного освободили сразу за отсутствием доказательств по последнему трупу, который был в 2002 году, потому что мы тело не нашли. А второй получил маленький срок, что-то около шести лет, ну, это такой, небольшой. Мне кажется, он уже даже освободился, это Кожухарь. Ну, смотрите, вот этих вот, больших людей из банды не смогли поймать ни в украинские времена, ни в российские времена в Крыму. Просто наверное, ну, наверное, это люди, которые умеют так прижиться, вжиться со всеми, подружиться, найти общий язык и прекрасно себя чувствовать. Хотя я знаю, что не так уж и прекрасно они себя чувствуют. Один стал наркоманом, хоть и богатым, причем таким очень серьезно. Я думаю, что в любом случае за все наши поступки, за все наши действия, рано или поздно мы всегда будем отвечать, и мы, и все остальные. Легенда о том, что когда вас сбили, у вас стала парализована половина лица, когда она появилась, от кого? 14-й год, референдум. Я до этого вообще никогда не разговаривала, ну, редко говорила с журналистами, когда у меня какие-то дела, там, ДТП в Днепропетровске, много потерпевших, и журналисты приходят, ты там держишь себя в руках, потому что генеральный прокурор так тебя выучил, что нужно общаться с журналистами. Ну, не в таком количестве, там одна камера и уже волнение. А тут захожу в актовый зал, а там меня не видно с-под этих камер. И японский, и китайский, кого там только не было. И тебе надо вещать, тебе надо что-то говорить. И такая атмосфера и обстановка после Майдана в Киеве. Я очень сильно, видите, это очень близко к сердцу. Ну, это вся жизнь. И тут референдум, такая большая ответственность, когда многие друзья от тебя отворачиваются, когда тебе звонят и говорят там разные вещи. Волнение, где-то мышцы как-то они скованы. И, по всей видимости, кто-то там посмотрел, ага, ее избили, там парализовало, там еще что-то, еще что-то, наложили, придумали, и все, вот тебе правда. Она кого-то устраивает, это интересно, а ну-ка, приключения какие-то. Красивая история. Но это неправда. Вы говорите о том, что вы переживали 14-й год очень сильно. Да. С точки зрения юридической, то есть, давайте разделим ваши женские частные переживания и ваши юридические переживания. С точки зрения юридической, вы понимали, что это не очень правомощно? Надо начать с Майдана и перейти к референдуму. Вот референдум начинается с момента Майдана. Майдан начинается 30 ноября. Активная фаза Майдана. Так он начался летом, но это было так очень. Это мирное, нормальное все. Вообще, в Украине это в порядке вещей. Но кто-то с чем-то не согласен, выходят народные ВИЧи и говорим. Вообще-то во всем мире в порядке вещей, мне кажется. да, это как бы ничего такого сверхъестественного. Никто никогда к этому не относился, как к чему-то вау, переворот. Нет. Но потом уже пройдена была черта, когда уже потерпевшие появились, когда началась стрельба. 30 ноября 2013 года уже вот первый разгон, так называемый разгон Майдана и все закрутилось, завертелось до такой степени. Для меня на тот период времени это казалось, ну вот сейчас все закончится. Но вы же не были фанаткой Януковича. Я даже за него ни разу не голосовала. Вы голосовали за Ющенко. Это везде написано. Надеюсь, что это правда. Да, да. Ну я так думала. И это нормально. Каждый может думать абсолютно по-разному. И когда начались уже беспорядки, а там реально беспорядки были. Ну, к примеру, то, что видела я своими глазами, не по телевизору, но это лежачие протесты у здания в генеральную прокуратуру. На работу пройти нельзя, люди ложатся, ты проходишь, тебя провоцируют. Вот, затем там кастрюли на головах, это реально было, люди бегали. Либо холодина такая, а они футболки задирают там и на машинах прыгают, это тоже было. Чаи, бутерброды, колбасы под стенами в генеральной прокуратуре, это тоже было. На фонари лезли, флаги снимали, ну, хулиганили и всякие крики, выкрики были. Кричали, провоцировали нас, фамилии наши указывали, угрожали. Там, даже помню, по Руби приезжал несколько раз под прокуратуру и кричал «Сред вас сутки, через двое или трое, я не помню, ночевали, и ребята с Беркута, они прямо на полу у нас лежали. Это было жутко, эти паленые покрышки, этот дым бесконечный, который вообще гарь, вот в горле, никуда не уходило. Вот, это чисто на таких эмоциональных порывах мы с ребятами собирали лекарства, раздавали сотрудникам Беркута, потому что помимо того, что над ними издевались активисты, так над ними издевалась власть, потому что они ничего не могли сделать, нельзя, они стояли, у них даже не было материального оснащения нормального человеческого, там все с температурами, ни таблеток, ни денег, вообще ничего, ну брошенные, просто, просто так вот стоят, чтобы их, чтобы на них накричали, чтобы их там поплевали, облили смесями разными, а, даже были котели Молотова, да, нас тоже бросали, и даже следственное управление сожгли, вот, так что это все было на самом деле, потом уезжает руководство, в каком смысле уезжает руководство? в прямом, они просто уехали, вот Янукович, это когда сбегает Янукович? да, это не уезжает, а сбегает? ну да, вот, мы приходим на работу, и Яна с такими эмоциями, мне так это все было неприятно, вот это преступление, вот так нельзя, мы возбуждали уголовные дела, задерживали активистов, нам тут же давали указание освобождать этих активистов, не было четкой установки, чтобы мы показали, как силовой блок, людям, что так нельзя, есть закон, вот все расходитесь, пожалуйста, по домам, все все услышали, будут там перевыборы, да, выборы, все, все будут все делать, как договорились, но беспредельничать нельзя, сотрудников беркута бить не надо, ну, вот этот вот беспорядок закрыть, нет, мы наоборот заигрывали с ними, мы их задержали, освободили, задержали, освободили, вот такое вот происходило, непонятно, вот, я прихожу с ребятами, уже когда все уехали, руководители, повесила себе георгиевскую ленточку, ну, думаю, с чем ее повесили? В знак протеста, что я не согласна с таким ходом событий, я не согласна, я не хочу вот так, я считаю, что есть власть, какой бы она ни была, я не голосовала за того президента, но он есть, и нужно уважать закон. Подожди, георгиевская ленточка в тот момент, это один из государственных символов патриотических в России? Ну, и в Украине. Ну, в Украине это же не было символом государственным. Было символом, просто в разных регионах. Украина, она многоликая была, и там можно было, и георгиевские ленточки, и какие угодно. Ты вот, ну, какой идее, какой идеологии придерживаешься, это все нормально. У меня была георгиевская ленточка. Я... То есть вы таким образом показали, что, несогласие с Майданом или свою, не знаю... Несогласие с Майданом, с переворотом, несогласие с тем, что... или свою готовность сотрудничать с Россией. Нет, по поводу сотрудничества с Россией на тот момент у меня вообще не было таких мыслей, потому что у меня своя страна, у меня своя проблема, у меня вот тут госпереворот, у меня вот тут идеология, которая навязывается, вообще непонятно, что происходит, все разрушилось, вот все разрушено. И свою идею, свои ценности, которые у меня есть, постаралась тоже продемонстрировать. Повесила эту георгиевскую ленточку, захожу в прокуратуру, там стоит уже вместо наших национальной гвардии, которая охраняла всегда прокуратуру, стоит активист с черно-красной ленточкой на рукаве, я с георгиевской. Думаю, ну вот попробуй только мне что-нибудь сказать. Он такой посмотрел на меня, я на него посмотрела, пошла дальше в свой кабинет, все нормально, он ничего не сказал, я ему ничего не сказала, естественно, то есть, ну, просто переглядки. Потом ко мне пришел мой обвиняемый по мошенничеству, он тоже активист Майдана, как оказалось, потом был, с ружьем на плече и со своим другом садится передо мной и говорит, ну что, закончилась ваша власть? Теперь мы с вами будем разговаривать, вот что мы теперь будем с тобой делать? И я говорю, ну не знаю, что вы, а я дело расследовать. Вот перевернулось все. Я тогда решила, что, ну, я не буду, уже все закончилось, все, переворот, все, конец света для меня, конец работы в прокуратуре, то, к чему я так стремилась, то, как мне это сложно досталась, работа, как, ну, вообще, это моя мечта, это вся моя жизнь, работа в прокуратуре. Тем не менее, я принимаю решение увольняться из органов, поскольку тот беспредел, который там был в Киеве, он, это не мое. Пишу рапорт, этот рапорт мне вернули, сказали, что ты устала просто, и поэтому иди отдохни, в отпуск напиши. Я говорю, в отпуск с последующим увольнением. Хорошо. Удостоверение мне возвращают с надеждой то, что я передумаю все-таки вернусь в Киев. Ну, я собираю вещи, уезжаю в Крым, и в Крыму уже совершенно другая обстановка, в Крыму уже все по-другому. С вами были какие-то переговоры с русской стороны в этот момент? Чтобы со мной кто-то встречался из России специально, либо предварительно, либо указывал, консультировал меня, как там поступать, что говорить, что сейчас будет, не переживай, все будет хорошо. Такого у меня не было. И я вообще до последнего сомневалась, заходила к Аксенову, когда уже этот референдум был проведен 16 марта, вечером мы собрались у него, мы остались одни, я говорю, Сергей Валерьевич, а вот вдруг там, а вдруг, вот сейчас провели референдум, а вдруг Россия не примет, что мы будем делать? Не переживай, все будет хорошо. То есть у меня до последнего был такой страх, что это словно какая-то... Это все очень зыбко и неопределенно. У меня все было по-настоящему, другими словами. Я не хочу критиковать, обвинять. А, блин, ну как же неправильно было то, что нам не разрешали до конца выполнить свою работу. Ну, задержали людей, которые все это именно физически производили, беспорядки эти, ну, задержали. Ну, тогда надо было дать оценку. Тогда, в 2014 году. Это было локально меньше и именно в определенной части. Вот они, вот они люди, которые... Не те люди, наивно вышедшие на улицу за все хорошее, светлое, доброе. Жизнь против коррупции, светлое будущее, развитие, процветание Украины, тра-та-та, но это все хотели, я тоже этого хотела. Я тоже хотела жизнь к лучшему, процветание, без коррупции жить. Все этого хотят. Люди, многие вышли вот под этими лозунгами. Именно те, кто физически причинял, чинил беспорядки, физически чинил телесные повреждения сотрудникам Беркута, их задерживали, потом освобождали, задерживали, освобождали. Но надо же было как-то государственный механизм четко выстроить, чтобы привлечь этих людей, изолировать от общества правильно, и дать оценку происходящим событиям. Не было бы сегодня этого все. То есть, если бы была дана правовая оценка, если бы воспоследовали какие-то действия правоохранительных органов, сто процентов, то не было бы референдума и не было бы всех последующих событий. Не было бы референдума, не было бы последующих событий. По крайней мере, я на тот момент про референдум не думала. Это беспорядок, который был выпущен на волю, его никто не остановил. Тогда, когда надо было его остановить, его никто не остановил. Вернее, мы пытались, ну, как бы, ходили в суд, задерживали, а потом, бах, нам указание срочно освобождайте. идём в суд, опять, только уже освобождать. Но, как бы, на тот момент нужно было дать юридическую, правовую, государственную оценку. И дальше уже разбираться с обществом. Вот, приняли они решение, они заключили соглашение, что будут проведены выборы внеочередные, да, всякие другие решения. Пожалуйста, вот, всё это осуществлять и делать. Но активистов, которые взяли в руки оружие, которые стали шантажировать, которые почувствовали безнаказанность, безответственность, и почувствовали, что вот они силовым способом могут изменить всё. Да, они изменили. Да, они изменили. И люди сами себя обманули, обычные люди, обычный народ. Но кто-то хотел, но кто-то и не хотел. Но надо же учитывать мнение ещё тех людей, кто не хотел этого переворота. Неужели присоединение к России для Крыма было единственным способом решить внутренние проблемы? На тот момент, в 2014 году, это реально было единственным способом, с учётом того, в какую позу нас все поставили там, в Крыму, со стороны Киева. Вы знаете, я дело возбуждала, тоже, кстати, не мои полномочия, но тем не менее, получилось возбудить. По факту того, что наши сотрудники с налоговой полицией, не налоговая полиция, там был Министерство контроля доходов и расходов, что-то такое. Вроде как аналог налоговой полиции в Украине. И наших крымчан отправляли на обеспечение общественной безопасности в Киев, вот именно из этого подразделения сотрудников. И когда уже всё случилось, эти сотрудники должны были каким-то чудом попасть обратно в Крым. Они сели в автобус, автобус направился в Крым, но по дороге с Киевской области, вот уже по дороге в Крым. И это правда, потому что там были и мои друзья тоже. Их просто сжигали в автобусе. Они бежали раздетые, за ними пускали собак, просто собак, вдогонку, чтобы собаки порвали. Эти люди в какие-то незнакомые дома просто стучались, их принимали, они там пересиживали, чтобы потом как-то добраться до Крыма. И такое было. Безобразие было. Его не остановили вовремя. Понимаете ли вы, что если бы не было русской весны в Крыме, в Крыму, то с очень высокой долей вероятности не было бы сегодняшней войны. Я даже не хочу связывать крымский референдум с нынешней, сегодняшней ситуацией. Когда в моем вагоне, к примеру, на самом деле ехали ребята, молодые, активисты того же Майдана с этими палками, с этими шлемами, вот эти палки, которые для большие у них были, флагштоки какие-то. Я лично сообщала начальнику уголовного департамента Украины по йогу Броскину Вячеславу. Он потом, кстати, стал работать в МВД Донецка с украинской стороны, но тем не менее на тот момент он был в Севастополе. И мы с ним как раз таки по бандам и занимались. Он оперативное сопровождение курировал. Я ему написала смс, говорю, пишу, Слав, у нас в вагоне едут ребята с Майдана в Крым. Встречайте, будьте там аккуратны. Ну, я это тоже видела. Это то, что я видела своими глазами. То, что я читала и слышала по телевидению, угрозы со стороны тягной бока. Поруби я этого негодяя. И всех остальных именно они стали причиной того, что произошло в Крыму. Люди реально испугались. И это было не наиграно. Люди реально защищали свою жизнь вот этим вот референдумом. Если бы все было спокойно, хорошо, никто бы не орал, не кричал, не говорил, что мы сейчас тут лучше Крым утопим, кровичим, допустим, русских и тому подобное. Крым реально русскоязычное население. То не было бы крымского референдума. Это был единственный выход, чтобы себя как-то защитить и сказать свою точку зрения, сказать свое слово на те события, происходящие в Украине. Референдум Крыма и последующие юридические обстоятельства это законно? Я считаю, что это законно, потому что в уголовном праве есть понятие крайняя необходимость. Да, есть Конституция Украины, там написано, что нужно было всеукраинский референдум проводить. Есть Устав Организации Объединенных Наций, где написано, люди имеют право на самоопределение. И есть уголовное право, где написано, в условиях крайней необходимости возможно нарушение закона, чтобы последствия наступившие были менее опасные, чем последствия предотвращенные. люди действовали именно в этих рамках. Если бы не вынудили, вот я, например, вообще не думала ни про какой референдум, я не планировала уходить из Украины, это моя страна, но только там не нашлось в ней места для меня и для таких людей, которые хотели по-другому, не приняли то, что было принято в Киеве. Вот так бывает и не нашли консенсуса, не нашли, я не знаю, подлили, кто-то подыграл с того же Киева, те же крикуны вроде Порубия или Тягнебука. Мне кажется, это они первые агенты России, которые на самом деле запугали весь Крым и мы так, это была необходимость. Сейчас происходят события и эти события они ужасные, они очень страшные и сердце разрывается. Я не отделяю себя от украинского народа. Я та же украинка, я часть украинского народа. Я люблю Украину, но я не виновата в том, что произошло в 14-м тогда на Майдане и последствия, которые в настоящее время до сих пор, к сожалению, происходят. Я считаю, что в 14-м году, когда все это получилось, именно в Киеве, надо было власть, которая была, она просто я не критикую, но она обязана была разобраться и восстановить закон. Я не знаю, чего там у них не хватило, но я считаю, что вот тогда, в 14-м году, вот эти вот люди, которые организовали перевороты, которые хотели вот этого вот всего, раздельбанивания Украины, их надо было в 14-м году арестовать. Это кто? Спецслужб полным-полно, такие зарплаты получают, есть, 100% у них должны были быть данные, кто это организовал, да и есть, даже у нас в прокуратуре были, мы возбуждали уголовные дела и конкретно фамилии указывали. Киев от нас тогда отказался, потому что единый реестр досудебных расследований, которым мы могли фиксировать все преступления, происшествия, ну это как купы старые в советские времена, как книга учета преступлений. Они нас просто взяли и отключили. Воруй, убивай, грабь, что хочешь делай, ничего не работает, прокуратура закрыта, милиция закрыта, никто не работает, звоним туда, ждите особых распоряжений. Когда? До сих пор не дали, между прочим. Поэтому это было до марта 2014-го? Это было прямо в начале марта. Это было до референдума. До референдума. Я приехала 6-го или 7-го марта в Крым вернулась из Киева. И прокуратура в Крыму была закрыта. Я пришла туда, ничего не работает, заколочено. Потом я давала через своих оперативников искать выходы на Аксёнова. Я его не знала. И через УБОПовских уже оперуполномоченных меня записали к нему. Я к нему пришла, вот первый день познакомилась, говорю, если нужна помощь, вот я из Генеральной прокуратуры Украины, привлекайте, давайте, я готова работать. И когда отказался Штехбарт от прокурорской должности, мне позвонила Аксёнова и говорит, нам нужен прокурор. Вот меня президиумом назначают прокурором, я приезжаю в прокуратуру и начинаю звонить всем своим друзьям, знакомым, выходите, пожалуйста, на работу. Прокуратура не отапливалась, всё заколочено, серверы были выдернуты, ни РДР, ни РДРа, ничего, у нас куча преступников, которые под стражей сидят, сроки истекают, суды не рассматривают, потому что реально нет этой системы общей, как работало раньше всё. Нас затормозили, закрыли. Надо было это возобновлять, надо было. Надо было дальше подстражные сроки не нарушать, уголовные дела не терять, потому что многие уголовные дела кто-то уехали вообще. Потерялись, просто потерялись. И моя задача была это всё сохранить, сохранить систему правопорядка, чтобы всё это работало. То есть о глобальных последствиях вы в тот момент не задумывались? А мне кажется, это всё вообще глобально было. Для меня это было реально глобально. Ну да, но в этот момент происходит ещё аннексия территории. Для меня это было не аннексией, и она сейчас не аннексия, это по-любому было право людей на защиту, право на самоопределение. Вот это я так расцениваю. Я как участник, я говорю даже с учётом нынешних событий, 14-й год, Крым, другого решения, с учётом того, что получилось, ну не могло быть. Это выход, это мирный выход. Что нам говорилось с Киева, ну вещали по телевидению, опять-таки, вещали по телевидению. Если бы это было реализовано, то мы должны были собрать вещи и покинуть свои дома и уйти из Крыма, потому что мы уже были автоматически записаны во врагов народа. Но так они говорили. Я не знаю, реализовали бы они это, не реализовали, но воспринималось это довольно-таки правдиво и прям, ну прям по-настоящему. А они это кто? Порубий, Турчинов, Яценюк, кто там ещё у них был, ну как его, Махницкий, он стал этим генеральным прокурором, исполняющим обязанности. Можно ли было дождаться президентских выборов и работать уже с новым действующим президентом Украины? Да, конечно, от нас отказались. Как мы работали бы, если нас отключили от всех систем нормальной работы, вообще ненормальной, элементарной работы. Киев нас отрезал. Они всё, ну то есть мы как бы не подконтрольные, они не хотят с нами сотрудничать. Они сказали, ждите особых распоряжений. Всё. Причём не только в прокуратуре и в милиции. Ещё и военным так было сказано, между прочим. Так что это вопрос. В Киеве они, наверное, сами хотели, чтобы мы быстрее всё это провели. Может быть, они знали. Я я была прокурором. Это большая должность. Но в тех кругах у политиков не присутствовало. Но поведение их вот сейчас наводит на определённые мысли. То, как это всё было обставлено красиво. Но мы поверили. Вы понимаете, что вы сейчас в Украине вы объявлены в розыск, вы там, в общем, враг. И сейчас вы высказываете точку зрения не самую популярную во власти в России. То есть вы и здесь стали свой среди чужих, чужой среди своих. Я часто ошибаюсь. Потому что я человек. Точно так же, как и все остальные другие. Может быть, я скажу что-то не в попад. Может быть, я где-то там в интервью сказала какую-то вещь, которая потом 30 раз пожалела. Ну, Ну, что ты сделаешь? Я тоже живая, тоже ошибаюсь, заблуждаюсь. Но то, что я враг, из меня сделали врага там, в Украине, люди-то в Украине ко мне по-другому относились. Хорошо, пусть я буду враг, но я все равно буду помогать Украине и украинцам, потому что я украинка, и я люблю Украину. Если я могу что-то сделать, я буду делать. Сейчас все играют в политику, все великие просто геополитики, все разбираются во всем и в военных всяких конструкциях и действиях, и в политических, геополитических направлениях, юристы все, специалисты. Послушайте, самое основное это просто человечность. это просто остаться обычным, простым человеком и иногда не впадать в политические доказывания, кто прав, кто не прав, кто больше прав, кто меньше. Просто сострадать, наверное, друг другу. Пришло время. Слушайте, ну когда смотришь видео, как из бомбоубежища Мариупольского театра достают людей, то тут уже вообще не таки о политике, да? По сведениям ООН, по официальным 3,5 миллиона беженцев. Согласна, это катастрофа. Геополитика в этот момент кончается. Вот я об этом и говорю, я и призываю людей к человечности, что я могу делать на своем уровне. А что вы можете делать на своем уровне? Банальные, вообще абсолютно простые, элементарные вещи. Поехать, а передать людям лекарства. Как угодно. Я даже, чтобы людей этих не подставлять, потому что со мной уже нельзя встречаться, там кто-то увидит, я передаю совершенно через других людей, они даже знать не знают, что от меня, да? И передаете... А вы это делаете как частное лицо или как сотрудник Россотрудничества? Сейчас как сотрудник Россотрудничества собрали гуманитарный груз, но опять-таки по моей инициативе. И никто не давал таких указаний. Я сама прошу. Я прихожу к руководителю и прошу. Сама инициативу проявляю. И слава Богу, что так приятно. Я была в фонде доктора Лизы, при мне приходила девушка, даже не одна. Она приносила такой ящик с детским питанием для людей в Украину. Это же... Ну вот так надо поступать. Просто людей поддерживать. Там не бандеровцы, там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать. Им надо хотя бы сказать доброе слово. И пусть, даже если будут в ответ ругать, обзывать, наверное, им сейчас... У них, наверное, есть сейчас такое право. И нам надо понимать, с пониманием относиться, пропускать это мимо ушей и просто поддержать и сказать, что мы сострадаем. Наташа, слушайте, по телевизору нам показывают, что мы там приносим мир и вообще. И это специальная операция по привнесению мира и, значит, благоденствия в Украину. а если отключить телевизор, то мы понимаем, что гибнут люди, дети и так далее. И мы посылаем гуманитарную помощь в Украину. Это просто абсолютно шизофрения. То есть мы превращаемся в человека, у которого непонятно, как две половины мозга могут между собой договориться. То есть нас сходит с ума. может быть, мы сами в этом виноваты. Мы позволяем и принимаем то, что сегодня происходит. И очень многие люди, те, которые из-за страха делают вид, что так хорошо они верят в эту правду, в которой удобно жить. в разную правду. Нужно каждому человеку задуматься, просто задуматься и усомниться в себе. И подумать по-другому. И избавиться от навязанной в информационном пространстве разных видов правд. И начинать анализировать информацию. Как-то надо просто включать иногда такой механизм под названием фильтровать и анализировать всю полученную информацию и оставаться человеком и помогать друг другу. Те люди, которые находятся, мирное население, находящееся в Украине, они ведь на самом деле ну прям очень нуждаются в поддержке, даже хотя бы элементарно моральной, информационной и не только. Там катастрофа с лекарствами, там катастрофа с продуктами. Я не могу изменить всего. Я делаю даже партизанщиной каким-то образом. Я стараюсь передать, помочь. Я по возможности действую. вы не боитесь говорить то, что вы сейчас говорите? Да сейчас наверное многие даже боятся думать громко. Как-то неправильно. Ну послушайте, я считаю, что я не хочу так. Я хочу думать. хлоргексидин, хлоргексидин. в социальных сетях мне пишут, что обратились на меня с заявлением в Следственный комитет за то, что я опубликовала рисунок «Мир без войны». Детский рисунок. Ну это же бред. Это экстремизм. Какой это экстремизм? В чем? В мире или в войне? Заявление на меня. Какое заявление? Сегодня поступило от того, что я разместила, ну когда мы гуманитарку собирали, рисунки детские были. И на рисунках детей написано «Мир без войны» и еще что-то. Ну и я же сфотографировала и в пост опубликовала и эти фотографии тоже у себя на соцсетях разместила. Заскриншотили доблестные блюдители закона и написали комитет заявление, что я экстремист, потому что мир без войны. Фотография детская. Мир без войны. Видите рисуночек? Да, вижу. Да. И вот за это. За это? Да. Вы потом, Путин подписал вам рапорт об отставке с должности генерального прокурора Крыма, и вы стали баллотироваться по общим спискам от Единой России в Государственную Думу. Это решение ваше самостоятельное или вам так предложили? Мне предложили. Мне предложили вначале предлагали в такой форме, не очень хорошей. Я, конечно же, сказала, что слушайте, не вы меня ставили, я тут работаю, и у меня есть руководитель, поэтому я и работаю. Вот. Затем меня пригласили в Москву и сказали, что вот нужно для поддержания Единой России, потому что у меня хороший рейтинг, не рейтинг, ну, в плане отношения людей ко мне очень доверчивая, и я бы помогла Единой России, а это нужно стране на выборах в Думу. Вот. И я тогда поняла, что да, хорошо. Причем я должна была только участвовать в выборах, но это не факт, что я бы пошла работать депутатом дальше, но потом уже было решено, что я иду депутатом. А кем было решено? Общим собранием в Единой России. А кто с вами разговаривал? Ой, я не хочу говорить. Но вы могли сказать нет? Наверное, нет, потому что я человек государственный, и понимаю, когда это действительно сказано теми людьми, которые являются, находятся в руководстве государства, то значит, это правда надо. Ну, то есть вы почти по-военному подчинились, получается. Да. То есть это не просьба, а приказ. Но у меня так заведено, потому что в прокуратуре так и есть. То есть там нет просьб. Там вот говорит руководить, хочешь, не хочешь, ты делаешь. Если не хочешь, пиши рапорт. Что вас удивило, может быть, в Государственной Думе? Ну, сама Государственная Дума это такой орган очень очень с одной стороны вроде бы все легко, как-то нет такой особой не то чтобы ответственности, но ты свободный. Ты хочешь, ходишь, не хочешь, не ходишь. Только Вячеслав Викторович уже ввел понятие, что если ты не ходишь, то будут тебя лишать зарплаты в какой-то части. Ну, там не всем нужна та зарплата, но тем не менее наказание есть. А с другой стороны консолидированное решение. Вот тебе сказали голосовать так, и ты хоть кол на голове чешей, но ты будешь голосовать так, ты можешь даже не думать. Вот. И это странно. С одной стороны так, с другой стороны так. Потом, к примеру, когда я проголосовала не так, были... Это когда вы проголосовали против пенсионной реформы? Да, и против пенсионной реформы. И против абортов, и против запрета на аборты. Да, и против запрета, и там еще что-то связано с иноагентами, я не помню, где-то я еще голосовала, не так. Вот, ну, ну, не знаю, ну, не убили же ж меня, ну, это нормально, это можно так делать, просто если бы все депутаты как-то, ну, как-то, хотя, может быть, это действительно такое мнение, так думают все. Я очень уважаю Вячеслава Викторовича за то, что вот проходит пленарное заседание, и он старается, ну, реально старается принести дисциплину. То есть вам нравится дисциплина? Дисциплину он ввел, да, вот такое понятие. Но голосование, это, конечно, такой очень сложный вопрос. Консолидированное решение, фракция, и все эти вещи, это... Это же обессмысливает вообще эту думу. Нет, это не обессмысливает. Может быть, я просто, наверное, в душе не депутат. Это я какая-то неправильная. Но когда вы были депутатом, вы были не просто депутатом, а главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, вы предложили довольно интересную вещь, учитывая ваш предыдущий опыт. Вы предложили антикоррупционную проверку фонда по борьбе с коррупцией, который возглавлял Навальный. А что там вас заинтересовало? Это мой ответ был на расследование. Ага, да, точно. Было какое-то расследование, и фонд Навального подхватил, подхватил результаты этого расследования в отношении меня. Нет, это наоборот. Вот сперва вы предложили провести расследование в отношении фонда по борьбе с коррупцией, а в ответ на это заместитель директора российского отделения Transparency International, потому что вы хотели расследовать и ФБК, и Transparency International предложил расследовать вас. Потому что вот этот Transparency разместило в социальных сетях, везде в интернете расследование. Вначале они провели всё-таки и выявили у меня квартиру незадекларированную в городе Донецке. Я там вообще никогда даже не жила в этом Донецке. Я вот из Луганской области. И мою фамилию, мою дату рождения и вот на всю страну опубликовал. Вот Поклонская оказывается коррупционерша, у неё квартира в Донецке. Мне даже мама звонила. Наташа, у тебя что, квартира в Донецке? Мам, ну ты чего веришь? Мне до того стало обидно. Думаю, ну блин, а теперь доказывай, что ты не баран. Вот ну это же неприятно, неприятно. И я в ответ наверное дала комментарий, либо написала пост, либо ещё что-то заявила, что их тоже надо проверить на предмет их имущества. А что вы вообще думаете про этот фонд? Ну сейчас его уже и нету, а когда... Навального? Да. Ведь по сути-ка вы соратники, вы боретесь с коррупцией, они борются с коррупцией. Да я-то точно не борюсь с коррупцией, сейчас вообще далеко от этой борьбы. Боролись? Ну боролась с преступностью и коррупцией в том числе. Я не знаю, я ну читала, смотрела его расследования, я ничего не могу сказать. Вот как все зрители. Фактура вас убеждает? Фактура меня убедит, когда я увижу документы. Вот когда не кино покажут, потому что сейчас кино показывают такое, что прям вот вообще в отношении всех можно прям показать, что я не знаю, по утрам кровь пью младенцев. И кого-то это убедит. Я хочу проверить. Я хочу, чтобы у меня были материалы, чтобы я сама как материалы уголовного дела смотрю и тогда я скажу, убедит меня это или нет. Я не знаю. Да, фильмы красивые, фильмы трогают, но что там, как, какие доказательства, я ничего не могу сказать. А вообще, как к Навальному относитесь? Ну, с учетом того, что он находится в тюрьме, то как любого другого человека мне, конечно, жаль. И ну, тут нормальный человек не может издеваться, как-то ехитничать либо еще по-другому. Ну, так ему и надо. Нет. Нет, мне жаль, что он в таких сейчас условиях, ну, сказать, я поддерживаю его деятельность или он негодяй. Не-не-не. Вот никак не отношусь на то, что он в местах лишения свободы, а там, а там, поверьте, не очень хорошо, не сладко. вот никому не скажу, что я радуюсь или буду по делам. Но он расследовал и показывал это, чтобы красиво показать, чтобы преподнести, но он с другой целью расследовал. Я же это расследовала совершенно в других рамках. Ну, мы особо, мы вообще ничего не делали, никаких фильмов. Мы нашли, расследовали, а он это красиво преподносил, он это прям вот красочно все так всех увлекал фильмами. Ой, лучше бы, наверное, расследования были. Это я шучу. Ну, это же, наверное, была попытка подтолкнуть к расследованиям власти. Нет, само собой. Если есть информация в информационном пространстве про какое-то преступление, правонарушение, в том числе и коррупцию, то по закону, по приказам генерального прокурора эту информацию берешь за основу и начинаешь проверку. Но это вы говорите, как в идеале должно быть. Ну, вообще-то так оно должно быть по закону. А с точки зрения сегодняшних реалий после каждого фильма Навального были расследования в отношении кого-то из членов его команды и его. И вот чем это кончилось. Ни фонда, ни Навального, ничего теперь. на поверхности не существует. Вы, кстати, сами боитесь репрессии? Любой человек переживает и думает о собственной безопасности. Это нормально. И будет безопасность в физическом плане, там, кто-то что-то сделает, будет в плане репрессий, там, разного рода. Но честно, да нельзя же так жить-то, бояться репрессий. Нужно быть осторожным. Не подставляйте себя, не давайте повода стараться. Но, тем не менее, слушать и иметь свою точку зрения, иметь возможность хоть как-то ее пытаться сказать, озвучить, либо иметь для себя хотя бы. Поэтому репрессии бояться это какой-то тормоз. Нужно быть аккуратным, нужно быть осторожным, не подставляться. Вот. Ну, просто даже то, как аккуратно вы сейчас говорите, для госчиновника в сегодняшней России это уже довольно смело. Ну, когда я голосовала против пенсионной реформы... Пенсионная реформа это все-таки не война. Это все-таки разные масштабы, да? Пенсионная реформа это важно было. Когда я в 2014 году приняла для себя решение возглавить прокуратуру, это тоже было важно. И каждый период жизни дает такие обстоятельства, при которых ты принимаешь решения и рискуешь. Я, наверное, так сформирована, что уже все по-другому не могу. Рискую, но хотелось бы, чтобы это все шло впрок и хорошо, в пользу. Важное последствие 2014 года в Крыму это ДНР и ЛНР и все, что происходило на Донбассе. И когда люди сейчас говорят, что они против войны в Украине, им говорят, где вы были 8 лет, это теперь стандартный аргумент. По данным ООН, в 2001 году в Донбассе погибло 15 человек, и по сути, это вообще выглядело на сегодняшний день, после минских соглашений, как замороженный конфликт. У меня два вопроса в этой связи. Первое, как вы оцениваете попытку быстро на волне крымских успехов присоединить еще и эту территорию, и что бы было в ДНР и ЛНР, если бы не началось это вооруженное вторжение 24 февраля? Наверное, точно такой же конфликт и продолжался бы вяло текущий, замороженный. Хотя я не знаю, что бы было. Вроде бы как-то уже жизнь выстраивалась, устраивалась. Вы бывали же. С ДНРом у меня особая своя личная история. Я ведь ездила туда несколько раз с гуманитарной миссией. Мы забирали детей, лечили, мы оказывали помощь, ветеранов я поздравляла. И вот в последний раз я в прошлом году 18 марта была на интервью Антона Красовского и там сказала, что жителям ЛДНР и вообще-то уже все равно какая власть, им мир нужен, им надо жить, и они имеют на это право. Меня, естественно, внесли во все черные и причерные списки, что я предательница России, уже не патриот, потому что заявила, что оказывается жители хотят мира. И после этого 9 мая я хотела поехать на Донбасс по двум причинам. Первое, у меня там бабушка жила, я хотела с ней попрощаться, она уже была совсем в плохом состоянии, попрощаться перед смертью. Она умерла. И второе, отвезти ветеранам, которые проживают, не только ветеранам, старики из определенного возраста, кто жил в период Великой Отечественной войны, про них все забыли благополучно. И отвезти им подарки, продукты, навестить на поляне, там, возле нашей церкви, на бугре, где мы обычно, ну, еще в детстве гуляли, где в домино наши дедушки играли. Это у вас прямо в деревне? Прямо в деревне, да. Я хотела там устроить полевую кашу, взять баян, взять, включить музыку, костер разжечь, попеть, попеть военные песни и посидеть с, ну, с односельчанами, как-то пообщаться, вот такой вот праздник устроить. Меня не пустили после моего заявления, после этого интервью Антону Красовскому. Меня не пустили. Поэтому я туда не ездила. Бабушка моя умерла 7 октября прошлого года. Для меня это было тоже очень сложно. Поэтому если бы если бы в 2014 году вот Крым прошел все, референдум мирно все прошло, референдум провели все, слава Богу. Но Донбасс, я знаю, что есть такие полевые командиры, как Стрелков и другие вот патриотические командиры, они туда поехали. И вот эта вот вся движуха воинственная началась именно с этого момента. Поэтому вопрос... А почему они туда поехали? Я не занималась вопросами Донбасса, честно. И вот не хочу комментировать. это надо спрашивать у них. Зачем они туда поехали? Защищать, воевать, проводить что-то. Это их какая-то цель. Это, наверное, патриотическое. Но я знаю, что он никакого отношения к Донбассу вроде как не имел. вот. Но это их какие-то были цели и причины. А можно ли было избежать Донбасса и всего того, что за ним воспоследовало, остановившись на Крыму? Это же, понимаете, как бы, почему задаете так подробно вопрос? Выглядит это как какая-то цепь необратимых решений. То есть вот есть Крым, а потом идет Донбасс, а потом идет Луганск, а потом идет 24 февраля. То есть как будто бы еще в какой-то момент можно было все это остановить, а сейчас уже нет. Ну, может быть, даже сейчас где-то как-то можно что-то остановить, изменить. Я хочу верить в решение этого конфликта скорейшим образом. и в сторону мира, в сторону чего-то хорошего, доброго. Я, правда, не знаю, как это возможно, но я в это хочу верить. По поводу Донбасса можно было бы туда не идти. Я не знаю. К сожалению, это не мои решения. К сожалению, к счастью, я принимала участие и горжусь тем, что мы в Крыму все-таки смогли сказать свое слово, и это было мирно. Это реально было мирно. 18 марта 2022 года было большое мероприятие в Лужниках в связи с восьмилетием Крыма, и в этот момент продолжались военные действия в Украине и гибли там дети. А где вы были? Я на работе была. С гуманитаркой возилась, работала. Но в Лужники вас не позвали или вы сами не поехали? У меня приглашения не было, но я даже день рождения, вот у меня 18 марта мы в обед пошли с ребятами кушать в ресторан. Мы самые любимые там заказали обед. И администрация ресторана вынесла торт, потому что у них фиксируются даты рождения. Поздравили. Вот, собственно, вечером приехала домой, мы с дочерью выпили чай, легли спать. Мы не отмечали. И я не могу ничего отмечать в этот период времени, ни годовщины, ни дни рождения, ни какие-то другие радостные события. Я не могу радоваться. Нравится это кому-то, не нравится, но я не могу. вот. Плачете много? Нет. Не скажу. Вы вообще плакать умеете? Плакать умею, конечно, как и все, наверное. Просто мне кажется, что в этот месяц столько было слез пролитые, столько крови, как никогда. Да, было. И еще самое страшное это то, что семьи даже рушатся. Тут, в России, люди ругаются. Один на одной стороне, другой на другой стороне. Они ругаются. Дети по одному думают, родители по другому, мужья, жены, братья, сестры. Все забывают, что они на самом деле родные и начинают активно участвовать в этой я сказала слово военной операции. Простите, оговорочка. Мы зашипим. Вот. И это ужасно, потому что это вообще ужасно, такого не должно быть. Мы наоборот, таким образом усугубляем положение. Люди, остановитесь. Это же безумие. Не надо принимать в этом участие. Надо, надо к миру. Надо хотя бы, хотя бы внутри, в семье. Вы с Зеленским же давно знакомы. Да как знакомы? Не лично. Мы приглашали на День прокуратуры на наши концерты. А, ну в старые времена. А так лично нет, не знакомы. А как вы сейчас оцениваете то, как он себя ведет? Знаете, это двойственно, потому что, ну да, его сейчас как героя показывают в Европе, да, а по мне так, ох, сохранить жизнь людей, просто сохранить жизнь людей, просто сохранить жизнь людей, для этого сделать все возможное вплоть до, вот, я думаю, это было бы. Вы о капитуляции сейчас говорите? Да. Я бы выбрала жизни людей. Народ-то его поймет в таком решении? Народ бы понял. Вы думаете? Не знаю. Я бы выбрала жизни людей. Жизни людей любой ценой. Их надо сохранить, людей, страну. Смотришь сейчас видеокадры Харькова, Киева, Мариуполе. Я не знаю, как, кто, но у меня сердце кровью обливается. Это же не он помбит. От него многое зависит. Не только от него? Вот в том-то и дело, что не только от него, но и от него-то тоже. А так, конечно, сложная ситуация. Мы все оказались в такой сложной истории. Вообще все. Но смотрите, с 2014 года, когда вы были абсолютно государственницей, за Россией вы говорили, что вы хотели бы быть полезной государством. Я и сейчас хочу быть полезной. До сегодняшнего дня тональность ваших заявлений, достаточно сильно изменилась. Это вы изменились, Россия изменилась или обстоятельства внутри России? Я хочу быть полезной нашей стране. И хочу быть полезной не только нашей стране, но и миру в целом. Очень хочу. И если бы от меня что-то зависит, что я могу сделать, я готова. Именно поэтому я стараюсь говорить так, как думаю. Именно поэтому я даю понять людям, что они тоже имеют право думать. Вот без альтернативы какой-либо невозможно. Это неправильно. Должны быть всегда какие-то альтернативы. Россия изменилась. Я в России 8 лет живу, вам виднее. Я изменилась, да, я меняюсь. За эти 8 лет Россия изменилась по-вашему? Да, изменилась. Как? Рамки сдвигаются от границы дозволенности. Сдвигаются. Жёстче становятся. Вы же много общаетесь тоже с госчиновниками, с людьми государственными. А что сейчас самое для них движущая сила, главное? Страх? Желание не выделяться? Вдруг окрепшее чувство патриотизма? Или вера в то, что они делают? Как вы это себе объясняете? Мне кажется, вера. И даже не только чиновники государственные, даже вокруг люди, они реально вот вот чёрно-белый мир. Вот зло, добро и всё. И другого не существует. Может быть, это так защищается психика? Может, я не знаю, что это такое. Но у меня нет. Пытаются разговаривать с ними? Да. Пытаюсь разговаривать, пытаюсь сказать, что давайте мы забудем про политику, про вот про это всё там, где разбираются другие. Давайте мы просто по-человечески будем думать, что и там люди страдают, и тут люди страдают. И просто станем людьми, человеками. Вот по-человечески друг к другу. Получается? А люди начинают по-разному реагировать. Кто-то агрессивно прям. Мне даже друг недавно звонил на день рождения. Говорит, вот там наш общий друг в одном из городов Украины не хочет разговаривать со мной. Я говорю, слушай, напиши ему вот такую смс-ку. Ну и написала. Какую? Что привет, знаешь, что мы тебя всегда поддерживаем, мы тебя очень любим, переживаем и всегда рассчитывай на нас. Он не стал отправлять эту смс-ку. Говорит, я потом. Вот страх это, вера или патриотизм, как вы думаете? Я не знаю. Я не знаю. Может быть, стыдно? Да нет. Ну при чём здесь? Ну даже если стыдно, даже если за что-то стыдно, то почему не сказать человеку, что ты рассчитывай на меня, что мы за тебя переживаем, потому что в ответ ты услышишь, куда тебе идти. И что? И ничего страшного. Да пусть хоть 30 миллионов раз меня направляют туда. Я всё равно их люблю. Я всё равно им буду помогать. Пусть меня считают предательницей, кем угодно. Я всё равно люблю этих людей, потому что они сейчас вынуждены в таких условиях находятся, когда в априори надо всё прощать. А простят ли они нас? Это второй вопрос. Но то, что простят, не простят, это не важно, надо помочь. А потом пусть они думают, прощать кого или не прощать, обижаться или не обижаться. Мама с папой в Крыму сейчас, Да. Вот вы говорите, что вы до 2014 года были одна, а сейчас другая. Что бы вы изменили в в этих прошедших восьми годах? Наверное, я ничего бы не стала менять, потому что всё, что было и плохое, плохого было много, это мои уроки, это мой опыт, который я получила, и я благодарна своим учителям, которые мне оказали этот опыт, преподнесли уроки. Да, где-то стало осторожнее, где-то стало черствее, наверное, недоверчивее, но это так и надо, потому что не было бы таких уроков, была бы я другой, не такой, какая сейчас. Хорошее тоже было. счастливый человек? Да, вот даже мудрые люди говорят, рецепт счастья это не искать пути к счастью, а находиться в нём, уже жить в счастье. Я счастливый человек. В чём ваше счастье? Ох, у меня родные люди, любимые, которые меня окружают. Я могу, по крайней мере, могу, стараюсь говорить то, о чём думаю. По крайней мере, есть силы на это. Вот. И у меня есть возможность реализовать себя в плане принесения в нашу жизнь, в наше общество что-то нет, не новое, что-то третье, не властное, не оппозиционное, что-то третье, другое. Я хочу что-то изменить, я хочу дать понять людям, что мы все имеем право быть свободными, и мы все должны как-то перестроиться друг к другу с каким-то пониманием, уважением, и тогда, наверное, и наша жизнь должна измениться. Не жить в каком-то суперстрашном страхе. Нельзя так. Это ровно то, в чём мы сейчас все живём. Вот, я хочу показать, что, наверное, надо можно как-то по-другому. Мне кажется, что для этого только того, чтобы мы этого захотели, маловато. Надо делать, надо даже на своём уровне, в своём кругу, в маленьком кругу менять такое положение дел. Счастье – это же категория очень субъективная. Да, но если стремиться к счастью и не быть счастливым, то так можно всю жизнь. Поэтому нужно хотя бы думать, что ты уже всё счастливый и себе я счастливый человек. Просто очень сложно отделять личное счастье от общего рисунка мира, в котором ты живёшь. Для большинства людей, конечно, 24 февраля мир просто рухнул, и какие-то все планы, в том числе и на персональное счастье, они пошли прахом. Это вопрос скорозависимости личного счастья от общего. Вот в этом-то и катастрофа, потому что каждый человек – это целая вселенная, и не бывает цифр погибших. Это практически вся вселенная просто погибла. Это невозможно пересчитать, невозможно в цифрах сказать. Это трагедия. Это реальная трагедия, потому что это целая жизнь. Я очень хочу верить в какое-то невероятное чудо, волшебство, что-то. И правда, я в это верю. Я вроде бы человек-реалист, но я все равно верю, что что-то произойдет, что-то поменяется, что-то должно, какой-то триггер, что-ли, и от него все пойдет по-другому. Я скоро поеду в сторону Херсона. Там мои друзья говорят, что большая очередь пятикилометровая, чуть ли, не пятикилометровая, а очередь людей со стороны Херсона в Крым. Много очень раненых. И люди, у них не хватает бензина доехать. И там разбили сотрудники МЧС временный пункт нахождения. Вот туда поеду, отвезу, посмотрю продукты, ну и медикаменты. и на месте уже можно сориентироваться. Что делать? Вот вы говорите, что вы в Херсон собираетесь. Я вообще не представляю себе, как вы. Я уже туда ездила. Я туда ездила. и самое важное. Мы когда привезли вот эту помощь, которую первую собрали, люди, фермеры, обычные фермеры с нами встретились. Я не выходила с машины. Должны были передать эту помощь ребята по форме определенной. И они не стали брать у ребят. я потом выхожу, чтобы не уехали. Говорю, ну подождите, мы же договорились, они меня увидели, они у меня взяли у предательницы. Потому что я украинка такая же, как и они. Потому что люди по-другому все это расценивают. Люди наверное их можно запугать, их можно обидеть, их можно заставить, но они всегда все равно будут чувствовать к себе наши отношения. И если оно доброе и искреннее, это тоже будет чувствоваться. Знаете, ну это да, с одной стороны, да, а с другой стороны, когда у тебя разрушен бомбой дом, когда у тебя погиб ребенок на твоих глазах, и ты ничего не мог сделать, все равно какое отношение. Да, я это тоже понимаю. Но это я ничего не могу сделать. То, что я могу делать и даже больше, я это делаю. во вред себе тоже делаю. И я знаю, что рано или поздно все равно все наладится. Ну, оно должно наладиться. Я не верю в плохое. Я верю, что все равно как-то это все наладится. На Донбассе тоже было очень насмотрелась. И детей забирала, и разных. Это всегда страшно, короче, это всегда очень страшно. И нужно беречь, хранить мир. Мы живем, живем, живем. Вроде все хорошо, просыпаемся, ложимся спать, просыпаемся. Солнце, небо, мы этого не ценим. В магазины ходим, друг с другом общаемся. И в один момент, в секунду это можно потерять. И это так страшно. Это реально страшно. Ну вот мы сейчас видим, как. Когда в Киеве происходило, это тоже было страшно. В один момент. Просто было и не стало. Просто было и не стало. А сейчас что? Я даже представить не могу. Как вы думаете, чем геополитически закончится эта война? Ну мы, наверное, уже видим ее результаты. Я не знаю. По приказу, по распоряжению или какой там документ есть о проведении специальной военной операции, там указана демилитаризация и деноцификация. но по идее этим должно все закончиться. И я просто не знаю, как это выглядит. Но если мы исходим из того, что нацистов там нет? Нет, но есть преступные элементы, преступные группировки, которых надо ликвидировать либо посадить в тюрьму. У кого-то должны быть списки преступников и они как бы по списку должны быть. Ну я не знаю. звучит неубедительно. Я никогда не видела таких ситуаций и операций, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Я могу сказать про спецоперации в рамках работы совместной прокуратуры, СБУ, ФСБ, МВД, когда мы проводили захват. Там все четко, ясно и понятно. Даже жертвы были, но тем не менее, это ясная операция для меня. Вот эти военные все штуки, это не мое, я не знаю. Вы когда-то перечисляли список злодеев, которые самые главные, на ваш взгляд, злодеи 20 века. Там был Ленин, Троцкий, Мао Цзэдун. Да, да. И меня поразило, что среди них не было Сталина. Почему? Сталин тоже злодей, но это на мой взгляд. Например, мои предки пострадали от сталинских репрессий. И тем не менее, вот люди того поколения, которые больше знают о злодействах Сталина, они его любят. Может быть, это стокгольмский синдром, я не знаю. Но я уже другого поколения, и так, смотря на происходящее, я как-то так отношусь по-своему. Он тоже злодей. Мне просто кажется, что если бы преступления Сталина были бы осуждены в Советском Союзе надлежащим образом, и имя было бы его запрещено, то, возможно, это не привело бы к разным другим преступлениям против своего собственного народа внутри страны. И слово репрессии бы ушло из нашего лексикона, я бы не спрашивала вас так легко, боитесь ли вы репрессии? Нужно всегда помнить про эти репрессии, и про Сталина, и про все эти беды, чтобы знать, что это такое, помнить в памяти, чтобы не допускать подобного. Вот не допускать даже репрессии говорить, а доносы. А сейчас время тоже почти доносов. Доносы еще идут всегда в комплекте с коллективными осуждениями. Вот, вот, да, сжечь ведьму на костре, там, на площади. Ну, мы так до инквизиции доберемся. Это страшно. Это же мы все делаем сами. Это люди делают, и здесь не будет оправданий. От страха они это делают, либо верят в эту правду. «Да что ж это такое? Нельзя так. Нужно дать возможность других иметь свою точку зрения». Можете себе представить, что сейчас вы были бы послом на КБВРД? Я бы себе, конечно, там места не находила, но слава богу, что все так получилось, что я осталась в России. почему вы не захотели быть послом? Там были личные обстоятельства, и не хочу даже о них говорить, вот просто спросила, меня поддержали. Это неважно. В Россотрудничество кто вас позвал? Мне предложили, мне предложили работу в Россотрудничестве с заместителем, и я, конечно же, согласилась, А что в ход вашей обязанности? У меня вот предполагалось, что будет новое управление, там пройдет реорганизация, и управление по культуре будет перереорганизовано на управление по защите прав соотечественников за рубежом. Но в связи с нынешними событиями реорганизация приостановлена, и у меня сейчас управление по культуре. Но занимаемся мы правами соотечественников за рубежом, потому что мне это близко, и, ну, вообще сейчас в основном занимаюсь Украиной, и гуманитарка, заявление, обращение, горячая линия, это тоже мы сами придумали, горячую линию. Много звонят? Очень много, уже больше трёх тысяч обратилось, зарегистрировалось в этом боте, и очень много сообщений об эвакуации, о предоставлении гуманитарки, очень много сообщений от жителей, от соотечественников там, в Европе, за рубежом, о нарушении их прав, что я уже не говорю про рестораны всякие, про эти все вещи, про театры, банковские карточки не обслуживают, ребёнка кто-то побил, выставил, оскорбил, то есть очень много таких фактов. В основном Германия, Бельгия, Франция, ну вот эти вот три страны, ну там много. Что вы делаете в таких случаях? Я это всё фиксирую, собрала определённые факты, направила верховному комиссару по правам человека, затем направила в МИД для информации и всё, я больше сделать ничего не могу. Я вот инструментов нет. А смысл тогда? Ну, во-первых, эти факты нужно указывать и всё-таки сообщать верховному комиссару. это 100%, потому что ну всё-таки зафиксировано и уже есть. То есть верховный комиссар в любом случае должен отреагировать. Там какое-то письмо написать в те страны, либо заслушать на площадке своей, объявить о недопустимости. То есть должна быть реакция. Но сейчас в мире вообще не поймёшь, что происходит. поэтому по-правильному так. А как оно сейчас вписывается во всю конструкцию прав человека, я не знаю. сколько у вас мужей? Ну вот супруг, который отец моего ребёнка, это первый мой муж, мы очень быстро развелись, потому что он был старше меня намного. Вот. Что-то кстати с милицией. Это не повод для развода. Это не повод для развода, что он у вас старше. Да, это не повод для развода, но другие обстоятельства. В целом всё так сложилось, что не получилось, но я ему очень благодарна, потому что у меня такая красавица дочь. И тогда получается Соловьёв? Соловьёв. То есть два получается мужа? Да, супруга. Я показывала вам три, вы так кивали. Два. Понятно. Вы собираетесь сам уж? Пока не планирую. Почему? Мне кажется, это не то, чего мне не хватает. Потому что отношения, они прекрасно могут быть отношениями замечательными, самыми лучшими. И не обязательно выходить замуж, не обязательно какие-то действия осуществлять по регламентации этих отношений. Сейчас опять патриоты неправильными. Действия осуществлять по регламентации юридически. Прокуроров бывших не бывает? Не, не бывает. Я даже прям поддерживаю. То есть вы по погонам скучаете, нет? По форме? Форма висит у меня дома, но скажу еще одну вещь, которая не понравится. Ну, простите, уже разговаривалась. Сейчас уже не та прокуратура, которая была раньше. Это не та прокуратура. абсолютно. Моя прокуратура была другая. Там работали, там работали на земле, там мы знали, что такое осмотр места происшествия, мы знали, что такое расследование уголовного дела, мы знали, что такое поддержание уголовного дела, обвинение в суде. Ну, это живая была работа. Это когда мы днями, ночами выезжали на трупы. Это совершенно другое. Мы везде были в повестке, мы везде давали оценку разным событиям. Если что-то произошло, допустим, у нас в стране, в Украине, я имею в виду, у нас что-то произошло, все, мы первые журналистам отвечаем, взяли на контроль, взяли под надзор, проводим расследование, возбуждаем дело, генеральный прокурор на личный контроль. А вот вот сейчас такого нет. Там кто угодно берет на контроль, только не прокуратура. У нас Бастрыкин обычно все на контроль берет. Ну, я не в обиду говорю, это просто мое личное мнение. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Говорит прокурор. Да. Правда или безопасность? Ох. Лично для меня правда, для семьи и в целом, наверное, безопасность. Свобода или стабильность? Свобода по-любому. Родина или истина? Родина. Украина. То есть Родина там? Ну, конечно, Родина там. По нынешним временам это смелый выбор. Спасибо большое. Спасибо, что вы честно отвечали. Я видела, что вам было непросто, но в наше время, когда человек пытается отвечать честно, это уже очень дорогого стоит. Да. Спасибо. Спасибо вам. Я вам желаю хорошей поездки и в Крым, и в Херсон. Спасибо. Поездки. Я реально не представляю себе, как вы туда поедете. Я когда даже туда заезжаю, по-другому себя чувствуешь. Потому что нельзя. Иначе мы всем скопом, это мне рассказал батюшка один в Крыму, он работает в церкви, где Святой Лука Крымский говорит, Лука рассказывал, когда на проповеди гон, говорит, вот река, все люди плывут по течению и даже грести не надо. Оно и так несет. Плывут, радуются, песни поют, печенье кушают, все прекрасно у них. А один пытается против течения грести, грести уже не может. Ему люди говорят, слушай, ну плыви вместе с нами, ну смотри, как радостно, мы еще все по течению, у меня там все равно свое, гнет плывет обратно. И тут заканчивается эта река, обрыв, водопад, и все так дружненько и падают. А тот, кто греб, тот спасся вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Ладно. Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok